Всем привет! Сегодня видеоролик про удобство в интерьерах. А помогать мне будет Анна Кирсенко. Анна, здравствуйте! Здравствуйте! Итак, вы, наверное, сталкивались с тем, что интерьер готов, а вам нужно этим интерьером пользоваться. Ну, например, достать чемодан с антресоли. И как его достать, как лезть по шкафу, непонятно. Так вот, сегодня мы обсудим такие бытовые вещи, как лестницы и стремянки. Вроде бы банальная обыденная штуковина, но если у вас дизайнерский интерьер, то не пристало туда ставить железную некрасивую лесенку. Так вот, сегодня давайте разговаривать о том, а какие они могут быть и вообще какие правильно покупать в красивые интерьеры. Итальянская фабрика Фопе Педретти производит невероятные вещи, абсолютно легкие в быту. Мало того, что они украшают интерьер, поскольку есть возможность произвести данную стремянку в любых цветах, которые поддерживают интерьер. Это цвет, может быть, венги так популярные у нас в интерьерах, это орех, это натурали. Кроме того, это массив бука. Как известно, это самый прочный материал. Массив бука у итальянской фабрики Фопе Педретти проходит 9 стадий обработки дерева. В обычном режиме это всего два в обычных фабриках. Я неспроста попросил именно ее достать эту лестницу, потому что она хрупкая, прекрасная девушка. А, как мы знаем, хозяйство ведут, как правило, девушки. Так вот, посмотрите, как легко и непринужденно она достала эту лестницу. Ну, то есть, у нее есть, во-первых, вот эти вот колесики, на которых очень удобно лесенку откуда-то тащить туда, куда вам надо. Вот видите, вот она просто ее легким движением руки принесла. Теперь мы понимаем, что лесенкой может пользоваться, ну, любая девушка, даже вот самая хрупкая. Правильно? Легко. Кроме того, эти именно колесики, они прорезинены, и любой паркет, даже самый... Нежный. Нежный. Да, самый нежный они не поцарапают. Поэтому легко и спокойно пользуемся в любом, даже самом дорогостоящем интерьере. Это очень важно, потому что я видел столько историй, когда паркет был просто поцарапан банальной стремянкой. Ну, вроде никто не задумывается, ну, что там стремянка, да? А вот есть такие, которые царапают паркет. Второй момент очень важный, я считаю, это легкость в использовании. Ну, то есть, вот там она берет и легко разворачивает эту лесенку. Это значит, что и вы сможете очень легко и просто с ней справиться, правильно? И вот здесь сейчас мы раз, два, три, четыре, пять ступеней. Может быть разное количество, да? Да. Может быть повыше шесть ступеней, может быть четыре и три. Все зависит от ваших потребностей. Отлично. И вот мы поднялись по этой лесенке, и вот там вот есть держалка, мы прям можем за нее схватиться и держать, то есть будет удобно. Вот Анна сейчас продемонстрирует, как это делается. В длинном платье, в длинном. У меня здесь есть удобная полочка для различных моих каких-то тряпочек, для положить телефон. Очень удобно, в принципе, все здесь можно разложить. Кто боится высоты, есть ограничения, потому что, в принципе, с любой высоты можно быть спокойно, что абсолютно все зафиксировано. Вот, кстати, про безопасность еще расскажите, пожалуйста, по поводу производства. Все-таки это дерево, его обрабатывают красками, лаками, а они бывают токсичны. Эта история не про фопопедрейти, не про эти стремянки и не про этого производителя. Первый момент, конечно, это бук, который обработан красками на водной основе. Данные продукты мебели, элементы мебели вы можете использовать даже в детских комнатах, потому что абсолютно это не токсично, и я была на фабрике, красят без респираторов. Ну, то есть потому что это абсолютно не выделяет никаких вот... Не токсичное, да, производство, можно быть абсолютно спокойно, что эта вещь в доме абсолютно безопасна, а с точки зрения использования, и б, с точки зрения производства, материалов производства. Здесь еще есть такие классные штуки, это вот, наверное, противоскользящие... Да, это вы заметили очень правильно. Сейчас я еще проверю на прочность, можно? Конечно. Предположим, что я лезу менять лампочку. Испытание на прочность. Ну, вот, вполне. Как вы думаете, я не упаду? Абсолютно уверена. Помимо вот таких больших лесенок есть еще поменьше. Там, где не очень высокие потолки, или для тех, кому не очень нравятся вот такие вот большие раскладные лесенки, давайте для начала уберем эту и достанем совершенно другую, которая может быть кому-то более окажется подходящей. Вот так вот пальчиком, чик, и сложили. Легким движением руки брюки превращаются, превращаются... Кстати, обратите внимание, как Анна укатывает эту лесенку легко и непринужденно. Очень интересно выглядит, очень компактно, можно убрать в шкаф, и вот эта вот лесенка превращается в такую вот небольшую, но удобную стремяночку, правильно? Стремяка стульчик. Давайте я вам помогу, Анна. Да, давайте. Так, вот, допустим, Анна полезла за чемоданом, и уже вот потолки 2,80 не кажутся такими высокими. Для моей квартиры точно подойдет. Во-первых, у меня кухонные шкафы, как раз вот до последней полочки, да, я не достаю, и гардеробная, без нее никак. По-моему, прекрасно, с учетом того, что история та же. Мы ничего не царапаем, легко вписываемся в интерьер и занимаем мало места. Отличная штука. Давайте обратно сложим ее, покажем, как это делается. То есть буквально из пазиков достается крепление и складывается... одним движением руки. И совсем мало места, она абсолютно независима, в любом месте свободно и спокойно стоит. Очень приятно, что у фабрики Фопо Педретти доступные цены. Несмотря на то, что это итальянская фабрика с полным циклом производства в Италии, вот такая вот малышка стоит около 17 тысяч рублей. Кроме того, это может быть прекрасным подарком на новоселье, да и в принципе родным и близким. Анна, где можно приобрести такие прелестные вещи? Стремянки различных размеров итальянской фабрики Фопо Педретти можно приобрести эксклюзивно у нас в Екатеринбурге в нашем салоне Эмполи. У нас представлено все вживую и уже сегодня это будет у вас дома. Вот так вот все просто, то есть они есть в наличии. Они есть в наличии, быстрая поставка, все можно проэкспериментировать. У нас есть высокие потолки, мы с удовольствием все покажем. Дадим возможность поползать по лесенкам. Друзья, я считаю, что в хорошем интерьере должны быть хорошие вещи и интерьером должно быть удобно пользоваться. Поэтому покупайте хорошие вещи для вашей удобной и комфортной жизни. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Всем пока. Пока.